МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Команда своего ТВ продолжает работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. Около сотни ставропольцев не могут заехать в свои квартиры. Дом готов, ключи получены. Но что мешает, разбиралась Анастасия Зубрицкая. Многие ведь мечтали открыть свой ресторанчик. Но что, если стартовый капитал попросить у государства? Разберем бизнес-план на конкретном примере. Настоящий бэйби-бум. Сколько детенышей появилось на свет в Ставропольском зоопарке, расскажет Анастасия Толстолуцкая. И трансфер лидера в Европу. Кто покинул гонбольный клуб «Виктор»? Об этом в новостях спорта. Мы начинаем. Поставки новых троллейбусов в Ставропольский край могут начаться уже в феврале 2023 года. Заявку региона об изменении сроков одобрили. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров по итогам заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Совещание прошло под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. Мы на прошлое заседание федеральной комиссии просили включить нам замену троллейбусного парка города Ставрополь. Сейчас мы попросили, чтобы перенести на 2023 год. Срок реализации, потому что 2024 далеко, а уже в большой степени проработки находится. Мы уже ведем переговоры с потенциальными поставщиками, поэтому хотелось бы на год ускорить. Владимир Владимиров поручил до конца этого года завершить все подготовительные мероприятия и заключить контракты на приобретение электротранспорта. Троллейбусный парк обновят за счет федерального бюджетного кредита, а высвободившиеся краевые деньги направят на закупку семи новых трамваев для Пятигорска. Еще у нас в Ставрополье продолжается программа социальной догазификации. Более полутора тысяч земельных участков уже подключили к сетям. Об этом рассказал на брифинге в правительстве края замминистра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков. Всего в крае под программу попадают 11 тысяч домовладений. Помимо бесплатного подведения газа к земельному участку прорабатывается вопрос льготного приобретения внутридомового оборудования для абонентов. Тогоров заключено порядка двух тысяч. И из этого числа 1700 заявок уже выполнено, уже подключены потребители, проведены сети до границ земельных участков. Есть федеральная программа газификации СИЛА. В рамках этой программы тоже выделяется для жителей СИЛА субсидия под очень маленький процент. И самое главное, это сейчас работает Минсоцзащита над проектом закона, который позволит субсидировать 50% от приобретения оборудования, которое заявитель будет ставить у себя в домовладении. Из-за сложившейся экономической ситуации подорожало импортное оборудование. Тем не менее, санкции никак не повлияют на программу дегазификации. Что касается самого оборудования, которое мы строим, это никак не повлияет на программу газификации. Да, кое-что подорожало, но точно так же по импортозамещению мы пользуемся и полиэтиленовыми, и стальными трубами отечественного производства. И шкафы у нас все отечественного производства, поэтому здесь, я думаю, никаких проблем не будет. Отмечается, что программа может быть продлена до 2024 года. Чтобы стать ее участником, абонентам необходимо обратиться на единый портал до газификации с соответствующей заявкой. Либо можно подать документы в МФЦ или через портал госуслуг. Одно из обязательных условий – права на земельный участок и на дом должны быть зарегистрированы. Сделать это нужно в региональном Росреестре. Я хочу отметить, что Росреестр на сегодняшний день вот эти все объекты по газораспределительным сетям ставит на особый контроль. И в данном случае мы сокращаем сроки до нельзя. У нас за двое суток проходит регистрация беспрепятственная. Человек получает выписку, которая подтверждает в данном случае его права. И в дальнейшем уже спокойно занимается работами по подключению газа. Ну и вот еще о вопросах с недвижимостью. Дом достроен, квартиры готовы, есть и хозяева. Однако переехать в свое жилье они не могут. Это история из Ставрополя. Виной всему проволочки с документами. О своей проблеме жители краевой столицы рассказали на прямой линии губернатора Владимира Владимирова. По следам телеэфира отправилась Анастасия Зубрицкая. Многоэтажный дом в самом центре Ставрополя. Квартира в нем – мечта многих. Однако для собственников большая мечта превратилась в не меньшее разочарование. Дом готов, квартиры тоже. Но вот заехать в них люди не могут уже год. Стол и обед за ним в этой квартире пока только вымышленные. Кухтины стали участниками долевого строительства чуть больше года назад. Думали, что заедем где-то в сентябре 2021 года. Но теперь заехать бы в сентябре 2022 года хотя бы. Потому что, ну, сами видите, уже готовы ремонты. Мы вложили хорошие деньги в ремонт. Соответственно, снимаем жилье. И мы еще в ипотеке. Ипотеку платят за эту трешку. У каждого члена семьи здесь своя комната. И пока только планы на жизнь в ней. Что ты здесь будешь делать? Посмотрю, как вообще сделали. А потом? Поставленные игрушки. Ждут больше 80 семей из Агостка. В том, что дом не могут ввести в эксплуатацию. Многие, как и Кухтины, платят ипотеку. Но вот ремонт делать в квартирах без документов решаются не всем. Я сейчас, условно говоря, в тупике. Что делать нам? Делать ремонт мы к нему пришли фактически. Мы сделали дизайн определенный для себя. Приняли какие-то решения. И сейчас, когда нам обухом по голове вот эта новость о том, что дом не сдается, у нас культурный шок. О своей проблеме Наталья и другие дольщики рассказали главе региона Владимиру Владимирову во время июньской прямой линии. Наша семья и 83 таких же приобрели жилье кто за свои деньги, кто в кредит. Дом построен в срок, но сдать его не могут. Так долго с обманутыми дольщиками боролись, чтобы у нас сократили их до 800 человек. И хотим еще полностью к 2024 году, как я и говорил, полностью избавиться от этого тяжелого наследия. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то у нас хочет обратно к обманутым дольщикам перейти. Разговор с главой города тоже прошел в прямом эфире. Иван Ульянченко отметил, проблема связана с нарушением технического плана со стороны застройщика. Там более 2000 квадратных метров фактической площади объекта. Относительно площади, которая указана была в проектной документации. А также несоответствие объекта капитального строительства, градостроительному плану. Губернатор поручил мэру Ставрополя взять проблему на контроль. А вот какая позиция у представителей строительной компании. По словам юриста, превышения были в допустимой погрешности. А 2000 лишних квадратов, которые стали камнем преткновения. Это не жилые помещения. На самом деле администрация принимается в учет площадь только жилых помещений. Она составляет 7883 квадрата. По обмерам дом составил 9800. То есть площадь жилых помещений, площадь паркинга, площадь торговых помещений. А вот и ответ по земельному вопросу. Еще до выдачи второго разрешения на строительство, кадастром инженером было выявлено, что границы земельного участка не сведены, в связи с чем земельный участок был меньше площади, 1757 квадратов. Кадастром инженером было исправлено, подготовлен межевой план, зарегистрирован в соответствии с законом. Показывают и документы от независимых экспертов и заключения от Краевого министерства строительства и архитектуры о соответствии здания требованиям проектной документации. Теперь ждут, когда в этом деле поставят точку суд. Вышли на заслуживание 30 июня, на что администрация, опять я вижу, что это затягивание процесса, попросила суд, обжаловали подсудность. И они попросили, чтобы дело перевели в арбитраж. Соответственно, мы потеряли еще месяц. Сейчас мы подали в арбитраж, мы не будем обжаловать подсудность, мы будем рассматривать в арбитраже, потому что время просто еще уйдет. Комитете градостроительства администрации Ставрополя уверяют, разрешение давали на возведение здания общей площадью чуть больше 7 тысяч квадратных метров. Жилых или нежилых разницы нет. Застройщику предложили решить проблему без суда. Внести изменения в разрешение на строительство, получить новый градостроительный план и обратиться с полным пакетом документов за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатации. При наличии полного комплекта документов работа комитета не займет больше двух недель. Мы не требуем ничего рубить и ничего сносить. Мы заинтересованы в том, чтобы объекты достраивались, вводились в эксплуатацию, люди получали свои квартиры. Мы просто хотим сделать свою работу правильно в соответствии с требованиями законодательства. Еще один вариант решения проблемы – судебный порядок. И вот насколько это все затянется, прогнозов не может дать никто. А мы надеемся, что семьи в ближайшее время отпразднуют новоселье. Продолжат следить за развитием событий многоквартирного вопроса Анастасия Зубрицкая и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Проблемы с недвижимостью, конечно, вопрос всегда очень болезненный. Покупатель вкладывает немалые деньги и хочет жилье как можно скорее. Застройщик же хочет выручить максимальную прибыль. На пересечении интересов обычно и происходит конфликт. И пока надзорные органы решают с подрядчиком формальные вопросы, в подвешенном состоянии остаются десятки собственников без денег и без квартир. Ну или вот еще одна непростая тема. Кто из нас не мечтал о собственном деле? Но вечно все упирается в стартовый капитал. Только что если ресурсы для запуска бизнеса даст государство? Помогает открыть свое дело соцконтракт. Вот, например, житель Курсавки хотел пиццерию и у него все получилось. Как это работает, расскажет Алексей Форсиков. Обязательно надо ее рвать. Не знаю почему, но греки всегда рвут, не ложат целую. Пиццерист Николай, так он сам себя называет, показывает свой первый секрет. Местную начинку нужно рвать. Так он привык за то время, пока жил в Греции и работал в ресторанах. Николай с братьями вернулся в родную Курсавку к родителям. Надо жить и зарабатывать. А мечта осталась. Свой ресторанчик в греческом стиле. И в этом помог социальный контракт. Собрал документы, подал заявку. И ее одобрили. Николай получил 180 тысяч рублей на свою мечту. Подкрепленную, кстати, бизнес-планом. Купил технику, сделал ремонт в помещении и начал работать. Соцконтракт нам очень помог. Мы взяли небольшое такое оборудование, которое нам не хватало. Это тесто раскатки. Взяли новую печь. У нас была печь на замену. Значит, сыротерку взяли, которая нам не хватала для мягких сыров. А еще Николай и братья сделали в заведении свою маленькую Грецию. Весь интерьер своими руками. Таких, как наш герой, с соцконтрактом. Только в Андроповском округе 159 за полтора года. Однако, рассказала глава территории Нина Бобрышева, заявка Николая одна из самых необычных. На бизнес-мечту, к слову, можно получить от 50 тысяч до четверти миллиона рублей. Кто-то когда-то о чем-то мечтал, но даже не думал, что это возможно сделать. И вот этот стартовый капитал, плюс желание, плюс инициатива со своей стороны. Потому что просто так, конечно, это надо и подготовить бизнес-проект, это подготовить бизнес-план. Это, конечно, огромный труд для того, чтобы это все сделать и потом, естественно, реализовать. Заключить соцконтракт, как герой сюжета, могут люди, доход которых ниже прожиточного минимума. А еще попавшие в трудную жизненную ситуацию или потерявшие работу. Тем временем на кухне в пиццу отправляем помидоры, грибы, еще сыра, бекон и болгарский перец. Такая вот пицца-сарди, любимая жителями Курсавки. И в печь на 10 минут. Получилось. Да, получилось. Пицца, значит, очень хрустящая будет, очень мягкая будет. Напомним, глава края Владимир Владимиров в ежегодном послании отметил, в этом году на Ставрополье планируют заключить более 4 тысяч соцконтрактов. На эти цели направили 600 миллионов рублей. Процветание и роста всем начинающим бизнесменам желают Алексей Форсиков и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Сделать первый шаг, наверное, самое сложное в деле бизнеса. Терзает вопросы, а получится ли, а не прогорю ли я. Но дорога, как говорится, возникает под шагами идущего. Особенно, если есть кому поддержать. Ну а теперь переходим к информации по коронавирусу. С инфекцией справились 4 ставропольца. Общее число выздоровевших в регионе превысило 190 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 57 заболевших. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Не забывайте про вакцинацию, а еще про правила профилактики. Ну а теперь переходим к происшествиям. Кочубеевские судебные приставы заставили местного жителя заплатить 49 штрафов за превышение скорости. Государство мужчина задолжал 35 тысяч и еще 30 взыскали сверху за просроченную оплату. Погасить все долги неплательщику пришлось, чтобы отправиться в поездку по Египту. Вот уж что значит мотивация. О других происшествиях расскажем в оперативной сводке. Бизнес не удался. В Грачевском округе полицейские обнаружили целый склад немаркированного алкоголя. Контрафакт закупал местный предприниматель, чтобы потом продавать в своих магазинах. Дома у мужчины сотрудники изъяли больше 6,5 тысяч бутылок спиртного. Общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд. Пойманы с поличным. Питегорские полицейские задержали двух парней из Буденовска. Уже в участке на личном досмотре выяснилось, что при себе у них было 19 сверстков, готовых к распространению в виде закладок. Экспертиза установила, что в пакетиках был синтетический наркотик общей массой больше 20 граммов. Возбуждено уголовное дело. Мастер маскировки. В советском округе патруль ДПС замесил микроавтобус, который резко свернул к жилым домам. Затем водитель вышел из машины и нечетким шагом попытался зайти во двор. На вопросы сотрудников мужчина ответил, что машина еще с вечера была якобы припаркована у дома. Но видеорегистратор все запечатлел. От алкотеста водитель отказался. Нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав автомобиль на штрафстоянке. Это новости на своем, и мы продолжаем выпуск. Вот о чем расскажем далее. Настоящий бэйби-бум. Сколько детенышей появилось на свет в Ставропольском зоопарке, расскажет Анастасия Толстолуцкая. 300 пациентов за смену. В Курском округе строят новую поликлинику. Когда примут первых посетителей? И трансфер лидера в Европу. Кто покинул гонбольный клуб «Вектор»? Об этом в новостях спорта. Мы продолжаем выпуск и можем точно сказать, что это лето будет сладким. Хотя бы во фруктово-ягодном смысле. В Управлении по информполитике правительства региона отчитались о том, что сбор урожая садовой земляники в крае закончен. И всего фермеры сорвали 308 тонн красной ягоды. Это, кстати, на 8% больше, чем в прошлом году. Неплохо, правда? Кстати, закладку ягод Ментельхоз края считает приоритетной работой и выдает под это дело субсидии. Например, в прошлом году аграриям выделили 4 миллиона рублей. И это позволило возместить 70% всех затрат. В этом году фонд господдержки еще больше – 6 миллионов рублей. Так что есть повод задуматься о том, что высаживать на следующий год. Ну а вот в ближайшей перспективе можно запланировать сходить в зоопарк на досуге. В Ставрополе как раз большое пополнение. И у копытных, и у грызунов, и у приматов настоящий бэби-бум. Наш корреспондент Анастасия Толстолуцкая отправилась навестить счастливых родителей и посчитала молодняк по лету. Этому малышу всего 6 дней, а он уже умиляет жителей Ставрополя. Влюбиться в него легко, а вот подойти к нему намного труднее. Ведь мама Маша тут как тут – защищает своего ребенка. Разделять семью благородных оленей не стали. Они живут в одном вольере. А вот ближайший родственник домашней овцы – муфлон – таким похвастаться не может. Главу семейства после рождения малыша отселили. Слишком большой риск. Животное уж очень буйное. Уже маму догнал. Сейчас, в ближайшее время, я думаю, будем совмещать с папой. Потому что в дикой природе как бы отец малышей не очень долюбливает. И мать уходит после оплаты этого времени. У Яков напротив, как и у оленей, семья не разбивается. Они одни из самых добрых животных в зоопарке. Например, этому малышу только две недели. Прикорм водить пока рано. А вот мамы, чтобы выкормить ребенка, получают двойную порцию. Сейчас перевели их на усиленный паек питания. Раньше кормили три раза в день. Сейчас еще даем промежуточность семьи. Зеленая мартышка почти как человек. Мама не отпускает от себя ребенка ни на шаг, а отец яростно защищает семейство. Своё название получили они из-за золотистого окраса, который при свете солнца отливает зеленым. Счастливыми родителями стали и дикобразы. В отличие от других животных, они подарили зоопарку целых два малыша. Дикобразы. Они привели потомство два с половиной месяца назад. Но буквально 10 дней назад у нас появился еще один малыш дикобраз. И нас было большим удивлением, потому что в природе, насколько я знаю, это очень редкое явление. Такого бэби-бума в зоопарке не было давно, признаются сотрудники. Практически каждая пара дала нам потомство. Те, которые еще не дали, я думаю, в ближайшее время, они тоже нас порадуют своим пополнением. Пятнистые олени, благородные олени, европейские лани, зеленые мартышки, дикобразы, яки и муфлоны. Все они стали родителями чудесных малышей. Скоро ожидают пополнения и верблюд. А посмотреть на них можно ежедневно до 19.30. Анастасия Толстолуцкая, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. И коль уж заговорили о пополнении в семействах. В преддверии Дня семьи, любви и верности в поселке Церский Георгиевского округа прошел праздничный концерт. Его устроили сотрудники местного передвижного многофункционального культурного центра. Также во время мероприятия заведующая автоклубом Ольга Чумакова провела для жителей патриотическую акцию в поддержку российской армии и жителей Донбасса. Участникам также раздали стикеры с надписью «Поддержим наших». Ну а мировые новости обсудим в нашем проекте «Обозрение». Смотрите сразу после выпуска новостей. Ведущий Олег Исаев прямо сейчас расскажет о том, о чем пойдет речь далее. Добрый вечер. Он улетел и возвращаться не обещал. Борис Джонсон подал в отставку. А российские депутаты на фоне кризиса с Калининградом напомнили Соединенным Штатам, что в их составе есть один российский регион, который при желании можно и вернуть обратно. Об этом и не только. Сегодня в обозрении. Сразу после новостей подключайтесь. Ну а в поселках Нежинском и Горном обустраивают новые спортплощадки. На них можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол. Также там установили уличные тренажеры и оборудовали зоны для занятий воркаутом. Оба проекта реализовали благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. О других новостях Край расскажем в нашем обзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Край расположится возле райбольницы, сообщили в региональном Минздраве. На площадке уже демонтировали старый аварийный объект. Под обустройство фундамента выкопан котлован. Возведут медучреждение в рамках краевой программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В седьмой школе поселка Советское Руно создают новую точку роста. Сейчас там ремонтируют помещение, закупают оборудование и мебель. В центре дети будут углубленно заниматься предметами естественно-научной направленности, сообщили в региональном Министерстве образования. Создают точку роста в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Ну а теперь время для новостей спорта. Это и в студии наш обозреватель Герман Кудьяров. Привет, Никит. Добрый вечер. Вот накануне мы с тобой говорили о том, что гонболисты Ставропольского Виктора попали в сборную России. Знаешь, на повышение пошли не только игроки. Да, новость важная, так что передаю тебе слово. Мировая. Константин Игрополо войдет в тренерский штаб Барселоны. О том, что специалист покидает Виктор, клуб написал у себя в социальных сетях. В Испании Игрополо станет помощником Карлоса Артеги, который в этом сезоне выиграл с Барселоны Лигу чемпионов. Артега и Игрополо знакомы по совместной работе в датском калколдинге. А за каталонский клуб Ставропольец играл на протяжении трех лет и выиграл с Барселоны Лигу чемпионов в 2011 году. Имя нового главного тренера Виктор объявит в течение нескольких дней. А уход Игрополо прокомментировал директор клуба Иван Фиев. С одной стороны, мы лишаемся главного тренера, под руководством которого выиграли первый в истории трофей. Но в то же время мы отлично понимаем, что наш специалист удостоился высокой чести, став первым отечественным тренером, приглашенным из российского чемпионата в европейский топ-клуб, который сейчас по праву считается лучшим в мире. И две победы подряд в Лиге чемпионов – яркое тому подтверждение. А в станице Кущевска и Краснодарского края стартовало первенство России по мотоболу до 18 лет. Среди восьми команд есть, конечно, и молодежка Ипатовского Колоса. В первом туре ставропольцы казнили Староминскую Зарю 7-1. Главным бомбардиром стал Владим Мальцев, который забил сразу шесть мячей. Еще один вколотил Владислав Русанов. И все-таки считать Колос главным фаворитом в гонке за чемпионство пока рано. В следующем туре наши мотоболисты крупно уступили металлургу из Видного 1-8. А тем временем в Ставрополе в восьмой раз стартовала ежегодная Суперлига чемпионата города среди ветеранов от 40 лет. За медали и главные трофеи поборются семь команд, три из которых приезжие. Из Карачаева, Черкесии, Играчевского округа и Михайловска. Турнир продлится аж до 2 ноября, но сил у ветеранов точно хватит. Играют два тайма по 20 минут. Главное, чтобы здоровье было. Очень приятно приходить, поиграть с ветеранами, потому что всегда с ними приятно бывает играть. В пасек хорошо играют, никуда не бегут. Умный футбол. Приятные впечатления оставляет этот турнир. Спасибо организаторам большое. К концу этого года организаторы планируют расширить количество команд и добавить возрастную категорию от 30 лет. Действительно, мы поддерживаем президентскую программу «Спорт для всех». Это здоровье нации. И хотим, чтобы действительно к концу года у нас уже было 10 команд, которые будут участвовать, чтобы это приобретало массовый характер. И будем использовать для рекламы, для того, чтобы и другие возраста, не только 40+, например, играли, но хотят играть. И, пожалуй, в 30+, мы будем поддерживать это начинание. Ну и напоследок забавная новость из южноамериканского футбола. Никит, я думаю, ты оценишь. Игрок Дарьо Бенедетто, это игрок Бока Хуньерс, не забил два пенальти ворота Каринтианца. И футбольный клуб из Бразилии, Каринтианца, вручил карточку почетного члена клуба. И опубликовал в соцсетях и написал спасибо. Думаю, матч был очень принципиальным, раз последовала такая реакция. Да, но я думаю, шутку оценили все, кроме Бенедетто. Ну, пожелаем ему удачи в следующих играх. А в следующий раз пускай не промахиваются, у меня все. Спасибо большое. Это был Герман Кудеяров с новостями спорта. И напоследок еще кое-что. На горе Стрижамент в Шпаковском округе создадут эко-тропу, ведущую к коленям. Новый маршрут для туристов позволит узнать больше о работе егеря и познакомиться с парнокопытными в специальном вольерном комплексе. Точку притяжения прорабатывает Краевой Минприроды. К слову, на Стрижаменте уже есть две другие пешие тропы с археологическими памятниками среди букового леса. И у жителей Края такой вот внутренний туризм набирает популярность. За пять лет посещаемость горы выросла в 15 раз до 30 тысяч человек в сезон. Ну, а еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Нам вы можете писать в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 80 70. Еще мы есть во всех социальных сетях. Присоединяйтесь. Далее прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на пятницу, 8 июля. Нас ожидает очередной знойный день. В Изобильном все те же плюс 32 градуса. В Невинномыске и Ставрополе плюс 30. На небе небольшие облака, но тем не менее солнце остается активным. Ультрафиолетовый индекс очень высокий. В курортных городах также облачно с прояснениями. А ситуация с температурой заметно улучшилась. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. На северо-востоке Ставрополье облачно выпадовое и Буденновске. А в Дивном и Нефтекумске ясно. Температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов. До рекорда июля 2011 года плюс 44 градуса еще далеко. На этом у меня все. Увидимся на своем. Субтитры предоставил DimaTorzok